Здравствуйте! Вы смотрите программу «События» в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. Вывезут более 300 киосков. В городской администрации обсудили работу по сносу незаконных объектов. Политическая и творческая интеллигенция делает свой выбор. В Самаре продолжается голосование о внесении изменений в Конституцию. Своих в беде не бросают. Сотрудники Центра соцобслуживания населения в режиме самоизоляции привозят средства реабилитации своим подопечным на дом. Когда хорошо и уткам, и людям в промышленном районе привели в порядок прибрежную зону озера Сабур. Трагедия, которая привела к успеху, жительница Самары Надежда Панина, лишившись ног, поменяла работу и победила сразу в нескольких конкурсах красоты. С начала года с самарских улиц вывезли 165 незаконных киосков. 72 из них ликвидировали хозяева, остальные были демонтированы по муниципальным контрактам. Владельцам таких незаконных точек придется оплатить не только штраф за нелегальную торговлю, но и работу по вывозу ларьков, а также и хранение на специальные штрафстоянки. Сейчас в реестре числятся более 600 незаконных торговых точек. До конца года планируют демонтировать половину из них. Список киосков регулярно обновляется после проверок, которые проводят специалисты районных администраций. Эти цифры озвучили на еженедельном рабочем совещании в городской мэрии. Глава Самары Елена Лапушкина поручила главам районов усилить контроль за появлением новых нелегальных объектов на территории города. Надо хотя бы людям, кто торгует в этих объектах, говорить, что вы торгуете незаконно, что вы будете сноситься. Пусть они заранее знают об этом. Обсудили на рабочем совещании и возобновление садово-дачных перевозок. Движение открыто по всем 29 маршрутам. Таким же, как и в прошлом году. Рейсы в среду и в пятницу выполняют 53 автобуса, а в выходные и в праздничные дни 57 машин. Оплачивать проезд пассажиры могут как за наличные, так и с помощью социальной и садово-дачной транспортных карт. Масочный режим, который продолжает действовать на территории области, в дачных автобусах соблюдается. Весь транспорт перед выходом в рейс регулярно обрабатывают дезинфицирующими средствами. Начавшаяся неделя у россиян будет короткой. Трудиться предстоит в два захода. 1 июля среда объявлена выходным. Это основной день для голосования о внесении изменений в Конституцию. На свои рабочие места россияне выйдут только в случае производственной необходимости. За внеурочный труд самарцам должны заплатить в двойном размере. В голосовании о внесении изменений в Конституцию уже приняли участие более 35% жителей Самарской области. По данным обл. избиркома, на 28 июня на участки пришли 832,5 тысячи человек. Всего же избирателей чуть менее 2,5 миллионов. Проголосовать можно каждый день с 8 утра до 8 вечера. Наши корреспонденты побывали на избирательных участках в разных районах Самары и увидели, как проходит процедура. Подробности в сюжете. На избирательных участках процесс голосования контролируют волонтеры и представители общественных организаций. Все причастные соблюдают меры предосторожности. Каждому участнику голосования на входе измеряют температуру и выдают вот такой вот пакет. Здесь находится бюллетень, маска, перчатки, ручка и дезинфицирующая салфетка. После чего он проходит к этому столу и повторно дезинфицирует руки. Одним из первых свою гражданскую позицию выразил Владимир Василенко, заместитель главы Самары. Он отметил, что в такой исторический момент, когда речь идет о дальнейшей судьбе страны, никто не должен оставаться в стороне. Прогарантировали на сегодняшний день увеличение пенсии. Это для людей старшего поколения. Вторая, если мы говорим по поводу минимальной зарплаты, она тоже на сегодняшний день прогарантирована. Не сидеть на диване и говорить, а там без меня все решить. Нет, каждый голос важен, надо идти и говорить. Если у тебя иная точка зрения, ты идешь и выражаешь, у тебя есть это право. Отдал свой голос и член общественной палаты Самарской области Виктор Полянский. Он предпочел проголосовать на дому. К нему пришли представители избиркома и наблюдатели. Вся процедура голосования по внесению изменений в Конституцию прошла на пороге квартиры. Бесконтактно, с соблюдением всех мер предосторожности. Это очень важно, чтобы мы сами участвовали в определении будущности нашего государства, общества, всей нашей страны. Выразить гражданскую позицию поспешил и председатель Самарской организации Союза композиторов России Марк Левянт. Как человек творческий, в первую очередь он обратил внимание на изменения, касающиеся сферы культуры. То, что происходит в государстве, не должно касаться каждого. Мы живем в нашей стране, и это важно выразить свое отношение к тем изменениям, которые касаются каждого. Выразить свою позицию стремятся все активные жители региона. Конституция, по которой живет страна, была принята в 1993 году. Сейчас уже другие политические реалии, другой век, другое тысячелетие. По мнению многих, необходимость изменений давно назрела. Не каждому поколению выпадает такая уникальная историческая возможность принять участие в формировании основного закона страны, конституции. И я очень рад, что именно нашему поколению выпала такая возможность. 1993 год был совершенно другой период исторический. За это время многое произошло, и, конечно же, есть те моменты, по которым необходимо внести изменения. Очень важно и сегодня, и всегда быть активным и соответствовать трендам времени. Сейчас у нас 21 век, и, конечно, жизнь наша стремительно меняется. И я считаю, что государственные документы, они должны соответствовать современности. На то, чтобы выразить свое отношение к изменениям в главный закон страны, есть еще три дня. За сутки в Самарской области зарегистрировали еще 48 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Число заболевших в регионе достигло 4786 человек. Такие данные в понедельник, 29 июня, опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. Еще шесть пациентов в регионе выздоровели. Всего с начала пандемии из больниц выписали 2635 человек. Число летальных исходов в регионе по-прежнему держится на цифре 53. Своих не бросают специалисты Центра комплексной социальной поддержки, помогают своим подопечным в условиях пандемии. Мобильная бригада выехала на дом к Раисе Ереминой. Какая помощь понадобилась пенсионерке, узнала мэри Елчан. Пенсионерке Раисе Ереминой необходима социальная поддержка. Вот уже полгода она под опекой Центра дневного пребывания «Домашний очаг». Сейчас из-за угрозы распространения COVID-19 посещение учреждения невозможно. Но специалисты комплексного центра в сложной ситуации своих подопечных не бросают. У Раисы Степановны проблемы с ногами. Для того, чтобы она могла передвигаться по дому, ей привезли необходимые технические средства. Для вас я сегодня привезла ходунки. Это одно из технических средств реабилитации, которое поможет вам передвигаться удобно и комфортно. Даже общество и то подбадривает. Сидишь дома одна или один, не то. А там, ну, у кого что болит, мы еще делимся. Какие травки попьем или там еще что-то сделаем. Несколько раз в неделю специалисты выезжают к пожилым людям и инвалидам, чтобы оказать им необходимую помощь. В составе мобильной группы психолог, специалист по социальной работе и медик. Комплексный центр социального обслуживания населения Самары открылся в начале года благодаря реализации регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». В центре дневного пребывания «Домашний очаг» 40 подопечных. Без посторонней поддержки им трудно. Наши подопечные в центре дневного пребывания «Домашний очаг» занимаются адаптивной физкультурой, трудотерапией, досуг проводят с ними, психологическая помощь, релаксация, просмотр любимых фильмов, передач. Информация о тех, кто нуждается в услугах центра, поступает из медицинских учреждений. Также для того, чтобы получать помощь, можно обратиться в комплексный центр социального обслуживания Самары. Мэри Илчан, Максим Гусев, События. А теперь коротко о других темах дня. В Самаре скорректировали автобусный маршрут номер 2, который курсирует от автостанции «Аврора» до сквера Высоцкого. Уже с сегодняшнего дня высадка пассажиров будет осуществляться на остановке улицы Ленинградская по Самарской, а посадка на остановке улицы Высоцкого по Галактионовской. Как сообщили в департаменте транспорта Самары, такие изменения вносятся с целью улучшения транспортного обслуживания горожан. В Самаре близится к завершению работы по строительству дороги, которая соединит Московское с Красноглинским шоссе. Эта же трасса разгрузит поток транспорта в поселке Мигзавод и откроет путь в строящийся микрорайон Новая Самара. Напомним, застройщик обещал, что дорога будет построена к ноябрю прошлого года, но в итоге работы планируют завершить в 2020-м. Дорога будет двухполосной, ширина каждой из полос – 3,5 метра. По ней пустят в том числе и общественный транспорт, который соединит микрорайон Новая Самара с центральными частями города. В Самарском метрополитене уже скоро заработают аппараты по продаже жетонов и пополнению транспортных карт. Терминалы появились возле КАЗ Метро в начале этого года, но их экраны были долгое время закрыты. Сейчас аппараты начали включать, но пока воспользоваться ими нельзя – идет отладка. Предполагается, что терминалы будут принимать плату как наличным, так и безналичным способом. С их помощью можно будет пополнять смарт-карты и показывать остаток на проездных билетах. В воскресенье возле острова Фестивальный утонула 46-летняя женщина. На место трагедии был отправлен водолазный отряд поисково-спасательной службы. Спустя два часа работы водолазы обнаружили погибшую в 200 метрах от берега на глубине 6 метров. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего. В начале недели синоптики прогнозируют приход очередной порции холодного арктического воздуха. В регионе вновь похолодает. В ночь на вторник, 30 июня, в Самарской области температура воздуха понизится до 6-11 градусов. Днем воздух прогреется до 17-22. В течение суток ожидается переменная облачность без существенных осадков. Северный ветер 7-12 метров в секунду. В среду, 1 июля, в Самарской области температура воздуха ночью 4-9 градусов, днем 19-24. Переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. И уткам хорошо, и людям. Активисты очистили от мусора берег озера Сабур в промышленном районе. В Самаре прошла экологическая акция. Подробнее Елена Малютина. Я заметила из опыта, они очень любят маленьких детей. Когда приходят дедушки, бабушки с детишками, наши малявочки вот так сыпят зернышки. Они подплывают все, вот прямо издалека, издалека вот такие вот. Подплыли и крылышками машут. Настолько это красиво. В общем, нам надо сохранить вот эту красоту. Озеро Сабур любят не только обитающие в нем утки, но и местные жители. Наталья Лисенкова живет неподалеку более 50 лет. И об истории водоема знает практически все. Говорит, природное озеро в 1888 году расширил и углубил купец Тамашев. Задача современников – сохранить водоем в надлежащем виде. Каждую весну местные жители совместно с волонтерами выходят на субботник, чтобы собрать мусор из берегов. Но в этом году из-за пандемии коронавируса уборку пришлось перенести на лето. Здесь били родники, здесь жили люди этим озером. Собирали здесь ягоды, травы, пользовались родниковой водой. Родник у нас сохранен, но его только надо облагородить и пользоваться им. Это очень важно, потому что это как оазис в пустыне нашего озера. И жители, очень многие жители, согласны с этим, все активисты, мы и держимся на добром чувстве. На том, чтобы мы передали этим детям, нашему будущему поколению. Косят траву, убирают мусор и облагораживают берег представители администрации промышленного района, волжского казачьего войска, местные жители и волонтеры. Для нас, как для молодого поколения, очень важно заботиться об своей окружающей среде, потому что это места, где мы живем, и, соответственно, мы хотим жить в чистых, ухоженных местах. И мы готовы сделать практически все для того, чтобы сделать мир вокруг себя немного лучше, чище и как раз и сохранить его уже в таком виде для будущих поколений. В акции «Зеленая весна» приняло участие около 50 активистов. Если каждый житель совместно, может быть, с администрацией, совместно с общественными организациями, хоть малейший какой-то вклад внесет в благоустройство этой территории, то это, безусловно, способствует развитию и самой территории, ну и как-то сплотит людей. За несколько часов работы активисты очистили весь берег озера, привели в порядок около 300 квадратных метров территории. Елена Малютина, Василий Калдашов, События. Чистоту наводят не только у воды, но и на глубине. В Самаре дайверы-любители вышли на подводный субботник. В Международный день очистки водоемов они погрузились на дно Волги и избавились от мусора. Инициативу активистов поддержали городские власти. Команде водолазов присоединилась и Мария Левина. Иван Остапенко на глубине ищет умиротворение вот уже три года. Говорит, вода успокаивает. В детстве был поклонником фильма французского исследователя мирового океана «Кусто» и мечтал однажды воочию видеть подводную жизнь. До океана пока не доехал, но уверен, и Волга полна тайн. Правда, чтобы до них добраться, сначала приходится поработать. Освободить речное дно от арматуры, старой резины и бутылок. Каждый год перед началом купального сезона Иван с друзьями-аквалангистами очищает Самарский пляж от мусора. На этот раз решили поработать под спуском на девятой просеке. Мы очищаем пляжи, то есть это место, где купаемся мы, где купаются наши дети, наши там близкие, родные, друзья. И когда идешь по пляжу и видишь, как валяются бутылки, мешки, или купаешься, ныряешь вот с маской, тоже смотришь на бутылки, это не очень красиво, это не нравится. И хочется, чтобы пришел на пляж и было чистенько, ухожено, поэтому сегодня я здесь. В этот день на подводный субботник собрались более 30 дайверов. Последние несколько лет таким образом они отмечают Международный день очистки водоемов. Организовал товарищ и руководитель клуба дайверов Александр Красавин. Когда мы погружаемся, мы видим то, что происходит под водой. То есть если обычные люди, кто недалек от дайвинга, они все это не видят, то для нас это родная стихия, и для нас это очень близко. И хотелось бы нырять в чистой воде, в хорошие наши замечательные Волги. В этом году мы будем чистить на каждом погружении то, что погружаемся на Волге, либо на каких-то других водоемах, неважно. Мы будем по мере возможности пытаться что-то убирать. Перед началом пляжного сезона по инициативе городских властей дно Волги под каждым спуском исследуют водолазы. Но дайвер говорят, работы хватит на всех. Администрация Самары их поддерживает и предоставляет все необходимое для проведения работ. Старание подводных активистов отметила глава города Елена Лапушкина. В одной из социальных сетей она обратилась к дайверам с благодарностью. Мария Левина, Максим Гусев, События. Сильнее своей судьбы жительница Самары Надежда Панина после трагедии лишилась обеих ног, но не сдалась. Она поменяла работу, несколько раз становилась победительницей конкурсов красоты и начала писать книгу. А параллельно учится ходить на протезах. С героиней нашего времени познакомилась Мария Левина. Сегодня она успешно дефилирует на подиуме, участвует в показе мод и в конкурсах красоты региональных и федеральных. А 10 лет назад женщина работала бухгалтером и ничего в жизни менять не планировала. Пока размеренную жизнь Надежды Паниной не перечеркнула трагедия. Она упала с восьмого этажа. Почти три года самарские врачи пытались спасти ноги, провели 23 операции, после чего опустили руки. Но рядом с Надеждой все это время был муж Денис, который получил квоту на операцию в Кургане. Мы прошли этот весь путь. Сдаваться я не собиралась. Мы сами своими усилиями написали в Курган, стали списываться с докторами. И они мне сказали, что да, они берут на такую операцию. В Курган Надежда отправилась на поезде, но когда прибыла на место, ей было уже невозможно помочь. Женщине ампутировали ноги и отправили умирать в хоспис. Но Надежда выжила. Они мне говорят, нате, нате, я глаза открываю, они меня спрашивают. А, они мне говорят, домой поедем. И я вот помню, у меня слезы потекли. Домой Надежду Панину отправили как груз 200. Муж Денис приехал на вокзал встречать тело. Когда он открыл купе, я вот помню до сих пор эти бешеные вот эти вот большие, вернее, большие глаза. И он только сказал, малыш, вот так упал на колени, обнял меня. И он первый раз в жизни плакал. Дома Надежда окрепла, стала заниматься танцами на коляске и даже выиграла чемпионат. После чего приняла участие в нескольких конкурсах красоты сначала в Самаре, потом в Санкт-Петербурге. Это вот как раз вот диплом по танцам, про то, что я вам говорила. Это показ Лума. Это вот среди здоровых девушек вот я участвовала. Это Невская краса, там тоже Невская краса. Ну и вот эта вот пустая, а ждет своего времени. Скажу просто то, что держит меня. Во-первых, меняться, не изменяя себе, это самое главное, самое первое. А второе, как я говорю, нет таких ситуаций, где стоит унывать. Просто жить, просто дать и позволить себе жить. Я, конечно, мне тоже на это понадобилось время. Сейчас Надежда Панина состоит в оргкомитете федерального инклюзивного конкурса красоты, занимается поиском меценатов. А еще готовит проект для участия в грантовом конкурсе. Если выиграет, будет учить людей ходить на протезах. О своей непростой судьбе Надежда начала писать книгу, в которой, уверена женщина, впереди еще много страниц. Первая мысль. Помню, как сейчас. Землетрясение меня придавило плитой. В бледене рисовался белый халат. Она очнулась, глаза открыла. Мария Левина, Сергей Баскин. События. Администрация установила стипендии городского округа Самара одаренным детям и талантливой молодежи на 2020 год. За достижения в сфере культуры и искусства 25 учащихся детских музыкальных школ, школ искусств, талантливые воспитанники учреждений дополнительного образования, студенты самарских СУЗов и ВУЗов, проявившие себя в творчестве, будут ежемесячно получать 5000 рублей. Также утвержден список 25 стипендиатов, которые решено поощрить за успехи в сфере физической культуры и спорта. Среди ребят, которые получат городскую стипендию, воспитанники муниципальных детско-юношеских спортивных школ Олимпийского резерва и учреждений дополнительного образования спортивного профиля. В Самарской области отметили День молодежи. Музыкальный фестиваль прошел в новом формате онлайн. Для выступления артистов были подготовлены три площадки в Самаре и в Тольятти. Всю информацию о фестивале разместили в социальных сетях, где и зарегистрировались желающие принять участие. Организаторы выбрали тех, кто выйдет на сцену, о чем и сообщили им буквально за несколько часов до начала. Пытаемся набрать какое-то чувство праздника и атмосферы, с учетом того, что многое нельзя и многое закрыто. Поэтому мы подумали, что было бы неплохо взять реально хороших, молодых, набирающих обороты музыкантов и поставить их на каких-то, ну, более, не скажем так, не самых стандартных площадках. Более шести миллионов виртуальных зрителей со всего мира стали свидетелями грандиозного концерта, который отгремел в Самаре. Сцену, которую смонтировали прямо на грузовой барже, разделили классики русского рока – группы «Сплин» и «Би-2». Все выходные на «Волге» работала наша съемочная группа. Анатолий Головко стал свидетелем возрождения самого крупного фестиваля тяжелой музыки в Европе. Подготовка к фестивалю «Рок на Волге» стала настоящим испытанием для организаторов. На баржу, которая двое суток стояла в речном порту, погрузили несколько тонн звука, света и опорных конструкций для музыкальной площадки. Чтобы соорудить настоящую сцену на барже, специалистам потребовалось около 48 часов. За столь короткий срок они сумели построить площадку для музыкантов, установить звуковое и световое оборудование, а также протянуть интернет. Можно с уверенностью сказать, что уже совсем скоро над «Волгой» прозвучит настоящий тяжелый рок в исполнении любимых групп «Сплин» и «Би-2». Перед тем, как перегнать баржу на вторую очередь набережной, водолазы обследовали дно «Волги» и очистили его от мусора. После этого дайверы протянули под водой проводной интернет для онлайн-трансляции концерта. «Было много споров, хотели разными способами, но проводной интернет – самый лучший интернет в нашей стране и по всему миру проводили через воду. То есть водолазы разматывали бухты по дну и нам давали интернет на баржу». Спустя несколько десятков часов, ушедших на подготовку, на баржу приплыли музыканты и ведущий фестиваля, участник культовой группы «Аукцион» Олег Горкуша. «Забавно, забавно, ну, конечно, а что делать, если концертов нет, почти у всех музыкантов, ну, хоть как-то нужно там, на самом тряхнуть стриной, мягко выражаясь. Поэтому, соответственно, если такие происходят вещи, почему нет, это очень здорово, замечательно». Когда яркое солнце стало уходить за горизонт, на музыкальную площадку вышли первые участники фестиваля. «На Волге звучит рок, а это значит, что концерт начинается на сцене группы «Сплины». Ее бессменный лидер Александр Васильев. Музыканты представляют песни из своего нового альбома, а также исполнят бессмертные хиты. Выступление продлится около полутора часов, после этого на сцену выйдет группа «Би-2». Питерская команда раскачала не только виртуальных зрителей, которых показывали на большом экране, но и многотонную баржу. С наступлением темноты на сцену вышли музыканты «Би-2». Выступление группы «Би-2» подходит к концу, заканчивается и сам фестиваль «Рок на Волге». Но всем нам хочется верить, что в следующем году мы увидимся с любимыми артистами не в формате онлайн, а вживую. Из всех концертов, которые у нас происходили в течение четырех месяцев, онлайн-концертов, это, наверное, самые яркие с точки зрения... Чтобы мы первый раз за четыре месяца выехали куда-то. Концерт с участием групп «Сплины» «Би-2» посмотрели более шести миллионов человек. Анатолий Головко, Константин Головин. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 24 миллиона. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Все вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова